доброе утро всем друзья переночевали еще одна ночь прошла это у меня за спиной остров иос греческий остров и вас мы все еще не сошли на землю мы переночевали на якорной стоянке вот такой вот остров представляете до недавних пор я даже не знал его существования я знал всего этих островов там крит родос корфу наиболее крупные вот а их оказывается огромное множество греческих островов и вот здесь в частности вот видите там здание всякие постройки смотрю так автобусы шныряют просто один за одним такие здоровые по 60 человек вот оказывается вот на этом острове иос в основном отдыхает молодежь такая тусовочка здесь причем такая как бы адекватная молодежь ну так пляжный отдых то есть какого-то бузыну ночью тут никто не орал ничего вот вот такое место да действительно век живи век учись много путешествий что дает вот там тоже за спиной у меня строение и сейчас мы идем вот чуть-чуть если посмотрите прямо над головой там белые домики сейчас мы будем ножки заправляться у нас все-таки мы очень много мотор или ну не весь бак выгорел конечно поэтому что больше половины литров 120-130 выгорело из того что мы заправились до вид конечно у меня сейчас буквально прям только проснулся как с бадуна но это не с бадуна просто что-то залежался вот ладненько сейчас выходим посмотрим что дальше ветер сегодня здесь вот в этой бухте приличный как бы меня сейчас ветром обдувает просто волны нету это же бухта так что я думаю что сегодня мы будем опять идти по штормовому ветру по шторму ну немножечко я уже к нему привык цель наша на сегодня как бы цель минимум и скорее всего это наиболее реальная цель даже не минимума реальная это остров милос греческий остров милос но вот там за ночуем а завтра у пойдем до пилопонеса вот потому что понимаете расстояние маленькие сейчас идем там по 50 по 70 миль но вот сюда мы 70 миль всего шли но шторм огромный ночью идти нельзя вот то есть даже 70 миль по такому шторму если бы она была спокойная можно и 140 миль пройти 150 в принципе но идти ночью вот а сейчас конечно не особо вот поэтому на милости ночуем и завтра уже пилопонеса вот все по шторму скорее всего после пилопонеса да мы уже будем разворачиваться на адрятику и там конечно шторма стихают погоду смотрим штормов вроде бы нету вот там может быть пойдем с ночью там будем уже не по 50 по 70 а где-то по 140 миль делать а то по 160 в день и пойдем на черногорию вот пока что вот так вот друзья такое вот место очень интересное она наверное действительно интересно тем что я о нем даже не знал о существовании этого места вот как бы путешествие очень много открывает именно нового и по крайней мере сейчас как бы не до этого идем буквально пришли поели легли спать встали поели опять пошли вот а потом разумеется я даже буду вот эти записи смотреть почитаю чем знаменит остров этим ценны путешествия что можно потом что-то узнавать сначала как говорится путешествуешь потом узнаешь есть люди книжные которые они сначала узнают а потом может быть даже не путешествует а не просто книги читают а может путешествует почему как бы бывает и такое я много тоже мест узнавал потом ехал но бывает вот так сначала видишь место какую достопримечательность потом вышел блин надо почитать и почитаешь ну вот собственно что друзья очередной день начинается вид ужасной как и положено моряку который не сходил на море уже приличное количество времени вот вперед посмотрим что день грядущий нам готовит погнали друзья вот такой паром ходит с острова иос не знаю на какой остров на какой то куда а санторини санторини друзья если кто-то не знает это остров на которые все девчонки хотят попасть на инстаграме ца там но как правило там даже свадьбы гуляют ну чтобы потом следующий олень нормально принялся смотри где у меня свадьба была кажется меньше не предлагать но здоровый блин не ну как здоровый по меркам средиземного моря он небольшой по меркам того что мы встречали весьма даже большой сейчас мы еще и волну от него поймаем потому что он идет довольно быстро волна друзья ну не знаю мне так говорили по крайней мере приходит ровно со скоростью движущегося судна то есть вот с какой скоростью он идет с такой скоростью от него придет волна вы сейчас скорость видите немножко больше потому что у нас встречная скорость идет он медленней просто мы тоже идем так ну хотя я не знаю на этих волнах по моему тут дополнительная волна не особо будет чувствоваться так ну а идем мы на заправку а нет вот волны от него идут вполне себя не будут чувствоваться а ну а ну не сильно вот и все когда вы идете на тихой воде вот на волге я ходил там ракеты раньше ходили заря по лесе то волны различаются я их различал прям конкретно носовая кормовая хвостовая они я не помню какая какая из них что я уже забыл но какие-то из них пологие но большие какие-то поменьше но острые вот я их отлично различал а здесь ну здесь и так штормит хрен тут какую хвостовую волна и волна вот представляете друзья вот так вот жить на горе я думаю что здесь живут люди которые в общем то выбрали ну довольно таки философскую жизнь то есть здесь ну сказать что миллионеры какие-то да нет довольно типовые постройки но в то же время нужно понимать что это остров посреди моря здесь как бы ну прогуляться в магазин там супермаркет с авоськой пройтись но не получится здесь еда скорее всего привозится по принципу сельпо но как бы привозят и привозят что-то какой-то глобал может есть супермаркет на весь остров тогда на машине надо будет ехать и довольно таки так видите но отшельнические люди живут я понимаю что здесь можно там ну бассейн фигачить не знаю тарелку интернет поставить и жить довольно таки это самое ну красиво но с другой стороны друзья подумайте вот как бы знаете того там я буду жить один на острове подумайте а многие ли миллионеры даже олигархи смогут так жить ну казалось бы да мне никто не нужен поставил там за 10 какой 10 за 100 миллионов там дом поставил вот мне никто не нужен в принципе понятно но через полгода станет понятно что у вас внутри что у вас за потрохом и в общем-то мне далеко за примером ходить не надо пример моего отца он недоволен например тем что у него как бы есть а по большому счету для пенсионеров для российских у него есть очень много у него есть свое жилье у него нормально все с деньгами абсолютно нормально ну вот друзья заправка окончена залили мы 151 кажется да или 152 литра вот собственно столько пожгли вот собственно кто интересуется по расходу были вопросы кстати говоря по расходу топлива на стриме вот четкий расход мы заливали полный бак в каше турецкий каш сейчас мы на острове иос греческий остров вот 151 литр но смотрите мы в шторм практически везде мотор или то есть прям чисто на парусах да мы шли чисто на парусах но не так уж много то есть это такой а да еще кондиционер у нас на этот на генератор еще дизель идет то есть это так ну скажем вариант по богатому если там ну допустим не все удобства будут без кондиционера на парусах больше идти то конечно там расход будет совсем другой и если говорить об океанических переходах то там расход в принципе другой потому что в океане у вас топлива считаете что нет у вас топлива на подрульку потому что 200 литров на расстоянии в 10 тысяч километров это ничто вам чтобы на моторе перейти океан я не знаю сколько 10 тонн нужно вот поэтому 200 литров у вас будет или вы еще там по канистрам напихаете еще 100 литров там или еще 200 напихать у вас будет 400 суммарно да это все билиберда ну вот вам 10 тонн понадобится самое малое поэтому там считать что у вас просто так иногда пустить двигатель там чет подрулить и все месячный переход через океан это только на парусах делается этим собственно и цены парусной лодки что на обычном каком-то там прогулочном судне вы их не перейдете океаном ну вот вот что касается заправки ну что ж друзья уходим из острова и ос с острова заправились все заправились топливом водой у нас накрылся опреснитель вот поэтому воду сейчас заправки залили ну все отлично прошло вода у нас полная сейчас идем на милос сейчас попробую приблизить вон там просто превосходнейшие красивейшие да получается церквушка прямо на входе в бухту но отсюда и уже слабо видно мы немножечко уже прошли но очень красивая белая в таком же стиле как и все остальное с той стороны конечно намного было интересней вот собственно все идем на милос оттуда на пелопонез надеемся что сегодня шторм будет немножечко послабее он будет в любом случае но послабее чем вчера вроде бы погода показывает лучше вот собственно сейчас начинается уже такой период путешествия когда немножко наслоение происходит один остров другой остров потом это все уже по опыту других путешествий знаю что она разархивироваться будет как бы сейчас архив пишется скорее потому что быстро очень меняется я всегда думал как жили интересно такие люди типа жака и фокусто у которых не было время на разархивирование у которых вот в таком вот формате архив писался на протяжении всей жизни тем более прожил он длительную жизнь во первых длительную а во вторых он собственно начал такие вот приключения свои там подводные съемки если не ошибаюсь 13 лет они с отцом начали нырять уже делать подводные фотографии и дожил он я не помню ну чуть лет до 80 то есть эта жизнь во первых долгая не каждый такую проживет во вторых он не повторял ошибок многих русских комрадов российских которые первую половину жизни сливают хрен знает на что вот он всю жизнь ломанул фактически очень интересно то есть я не знаю там с каких лет на лет с пяти он начал что-то то есть это с детства и до глубокой старости он активный оставался то есть он не лежал долго это блин это лет 70 минимум вот такой вот активности которые у меня лично через неделю начинают уже в архив писаться мозги не срабатывают все это как бы онлайн запоминать это просто потрясно это считанные люди конечно на земле так живут но я думаю что это более чем интересная жизнь ну ладно идем все выдвигаемся в открытое море погнали ну что друзья подходим к острову милос уже практически зашли в такую очень углубленную бухту даже здесь как видите ну довольно таки ветер самый конечно шторм снимать не получается потому что волны выше лодки то есть это камеру можно во первых залить во вторых довольно проблематично снимать там перемещаться очень сложно по лодке вот а здесь ну вот закрытые бухты вот такой ветер волн сейчас считайте что нет то есть вот та волна которая сейчас это ничего по сравнению с тем почему мы ходили вот здесь мы за ночуем на милости и завтра скорее всего выходим на пелопонез уже дальше все будем загибать в адриатику отсюда до пелопонеза порядка семидесяти морских миль сегодня мы прошли немного где-то 50 вот сейчас заканчиваем путь такая будет остановочка подольше порежу ролики в борьбе со стихией немножечко пострадал ноутбук он не то чтобы накрылся но около того через две минуты начинает глючить вот посмотрим может удастся его реанимировать может нет очень красивые места сейчас вот проехали самое поразительное в таких островах что везде есть какие-то деревушки городки то здесь люди живут сообщение я не знаю ну паромные вот скорее всего запасы любые там все что купить но то же самое на пароме вот вот пожалуйста какая-то пристань даже не знаю частное скорее всего и в то же время вон там недостроенные зданием то есть это не то чтобы какие-то старики доживают строят почему значит кому-то это вообще радует что кого-то такой образ жизни прельщает значит еще не все люди вымерли а ну да да вот ну да это еще большой остров только что над нами боинг пролетел тут аэропорт вот а так то острова мы проплывали вообще просто его видно сразу весь и тем не менее там живут вот греческий стиль везде маяки вон вижу сейчас будем уже заходить марину а вон ветряки даже стоят эти электричество вырабатывают а но это все цивильно один сдох явно в сутки да а ну круто но по идее с материком должны быть паром и а ну вот шесть паромов отсюда выходит 7 даже вот скорее всего что-то и на материк ходит но и между островами такая вот интересная порода то что гора это понятно но вот там вот не будем говорить что напоминающее гигантское что очень интересно вышла порода не это не развально это какая-то ну да сейчас будем заходить уже в марину красивые места конечно бесподобно красиво особенно когда шторма нету кстати 64 метра под нами сейчас глубина это уже не что практически это уже можно сказать местные отмель мы вот такое вот море такого цвета этого мне материк любого любой страны тут море по цвету мало отличается хотя уже чуть-чуть отличается от открытого моря чуть-чуть вот это вот зелебоба добавляется вот а так в открытом море она прям насыщенно синие так друзья мы добрались до острова милос сейчас пойдем в кафешку в какую-нибудь сходим самое знаете что интересное вот просто подъезжаем к острову никакой полиции никакой погранслужбы ничего вот посмотрите на на остров вот просто вот так подъезжаешь швартуешься никого нет понятно что мы хотим все законопослушно сделать мы завтра получим документы сегодня нам разрешили вот здесь буквально не отходя от лодки далеко по кафешкам походить ну как бы не зарываясь в глубь острова вот но в принципе вот подумайте если бы скажем так ну какая-нибудь шпана подъехала да вот просто соскочил пошел это но народ чилит какой шанс что к тебе подойдут с проверкой документов которых скорее всего в основной массы людей тут как бы на руках то и нету будешь шорт хоть и в майке в какой-нибудь вот да в принципе никто к тебе не докопается никаких границ ничего никаких там погранслужб на море просто подъезжаешь и все а тут люди живут вот так то есть жизнь довольно таки ну свободнее чем это может показаться когда вы сами идете на погранпост да для вас там все будет по полной программе с правилами с ограничениями а здесь грубо говоря причалит яхта люди спустятся посмотрят остров но как бы это шенгенская все-таки это территория греции сели уехали и никто знать не будет ни отметок ничего вообще ничего в это трудно поверить но это так ну ладно пойдемте посмотрим остров может что-то интересное увидим пойдемте